Вопросы о том, что вы можете показать имиджи и говорить? Начну с проекта, которому 10 лет, наверное, который называется «Коммунистическая партия США». И этот проект я начал в 2005 году, в 2006-2007 году. И проект заключался в том, что посмотреть, что происходит в постсоветское время с американской компартией, которая, конечно, всегда существовала. И существует на сегодняшний день. И посмотреть, как это связано с советским проектом в широком смысле, и как это связано с американской историей. И насколько связана история американской компартии с американской историей и советской историей. Поскольку она действительно на каком-то стыке истории. С одной стороны, ее все воспринимали как вот такую, в общем, куклу в руках советской системы, в руках советской компартии. Ну, и отчасти она ей была. Но и в то же время она произросла, американская компартия, из какой-то очень локальной американской истории. В общем, конечно, она выросла из глубин общества, в общем, не была каким-то привнесенным элементом из-за границы, как, может быть, кто-то среди консервативной части американского общества хотел бы считать или представлять. Вот. И проект, в общем, достаточно простой. В 2005-2006 году я пошел в офис компартии США, который находится на 23-й стрит, напротив отель гостиницы «Челси». И вот представился и попытался завести какой-то диалог сперва с людьми секретаршей, секретаршей при входе. И как-то постепенно познакомился с большим количеством людей, кто работал вот в офисе, центральном офисе компартии США. Их офис находится на втором этаже или третьем этаже пятиэтажного здания, которым партия владеет. На первом этаже известный магазин художественных материалов, которые сдают это помещение, партия сдаёт это помещение магазину, а также каким-то другим организациям. Когда-то им кто-то завещал это здание, в общем, они владеют пятиэтажным зданием в центре Манхэттена. И постепенно познакомился с достаточно большим количеством людей, работающих в офисе компартии, может быть, 10 человек, может быть, 15. И написал портреты членов компартии. И я писал маленькие портреты с натуры в офисе, и потом более большие в мастерской на основе маленьких эскизов, а также фотографий. И во время сеанса портретирования я общался с людьми и задавал им вопросы. Три обычных вопроса было, что вы думаете, во-первых, когда вы родились и где, когда вы вступили в американскую компартию, а также три, это вот относительно биографии, небольшой биографии, как параграф, и вопросы. Вопросы были, что вы думаете о Советском Союзе, каким он был, что вы думаете о постсоветском периоде, а также, что вы думаете о Горбачеве, это как бы был вопрос, который мог начать разговор, вопрос, который помогал как-то обозначить мнение говорящего. Все люди работали на тот момент в офисе американской компартии, то есть они были наставки, что ли, то есть они были аппаратчиками в центральном офисе, но люди совершенно разные, то есть по возрасту разные, по происхождению разные, вот, например, Дэн, он был редактором газеты, партийной газеты на тот период, газеты существуют на сегодняшний день, и все в офисе, значит, все это в офисе вот людей, которые, которых я портретировал. То есть, по сути дела, живопись довольно напрямую, что ли, да, то есть никакого особенного изменения я не производил вот в офисе, вот иногда, может быть, немножко подвину постер поближе, где человек сидел, но так, чтобы привнести какой-то другой постер или как-то что-то такое сконструировать, несуществующий интерьер, такого я не делал, да, то есть как бы в офисе, как люди существуют в их рабочем кабинете, вот в их обстановке, и там вот есть и американский флаг, и какие-то, значит, коммунистическая символика и так далее. А возраст людей варьировался от 20 до 90 лет. Вот самый пожилой член партии, которую я, значит, чей портрет я написал, Эстель Кац, которая вступила в партию, по-моему, в 37-м году, в 38-м году, она была школьной учительницей в Бронксе. Ее муж был во время испанской гражданской войны, он был в бригаде Абрахама Линкольна, да, в американской военном соединении, которая воевала, значит, во время испанской гражданской войны. Вот, и этот единственный портрет, который я сделал дома у кого-то, потому что все остальные портреты в офисе, а это вот ее дом недалеко, она живет несколько улиц. Вот это Эстер Мороз, и она главная бухгалтера партии, она была главным бухгалтером партии на тот период. Это вот в ее офисе. Достаточно много молодежи, вот сейчас будет несколько портретов членов коммунистической партии США, именно молодежного отделения и образовательного отделения. Ну, причем кто-то, например, не хотел даже говорить о Советском Союзе. То есть, например, Шелтрис Макой, имя вот этой женщины, она не хотела вообще рассуждать на тему Советского Союза, поскольку ей казалось, что ее коммунизм вырос в Америке, и ей неинтересно было каким-то образом связывать это с советским опытом, потому что она и не знает, родилась уже после, и это не настолько важно. Ну, и на самом деле, многие из тех, чьи портреты я делал 10 лет назад, уже ушли из Компартии, уже не в ней. И вот, например, Шелтрис, по-моему, она больше не член Компартии США. Это Билл Дэвис. Он был в профсоюзном движении, и вот последние годы он работал как бы начальником... В общем, он отвечал за здание, за коммуникации здания, как бы за вход, по сути дела, здание Компартии. Интересно, что в 71-м году, по-моему, у него родилась дочь, и он ее назвал в честь Анжелы Дэвис, потому что у них очень похожие фамилии. Кроме одной буквы, фамилии одинаковые. Так что... И его дочь видела этот портрет на одной выставке в Америке, и мне написала, что я иду по музею, вижу моего отца портрет. Так что... А вот этот довольно известный человек, Джарвис Тайнер, который вместе с Газхолом... Газхол был многие годы главой американской Компартии, он умер в 2000 каком-то году, а вот Джарвис Тайнер, он до сих пор жив, и вместе с Газхолом они баллотировались. Газхол президента США и Джарвис Тайнер, вице-президента США. Это все в 70-х годах было, в 70-х, 80-х годах. Вот. Ну, такой портрет, такой проект, портреты американских коммунистов, и в каком-то смысле он важный, потому что для меня, потому что я пытался показать, как советская история, постсоветская история развивается на американской земле, американское общество и Нью-Йорк как одно из постсоветских пространств, как одно... Вот, и американский коммунизм является вот этим дискурсивным постсоветским пространством в США. И здесь очень было важно для меня, не знаю, насколько это было успешно, но я... Мое изначальное образование, это как живописца, я учился в Сурикском институте в Москве в начале 90-х, и, в принципе, никогда не хотел бросать живопись, и для меня этот проект был в каком-то смысле важен в том, в смысле, каким образом я могу продолжать быть советским художником, да, в другое время, в другом месте, да, и вот портрет американского коммуниста казалась адекватная тема, адекватная, как бы, фактура для того, чтобы продолжить быть советским художником. Вот. Другой проект, проект, это коммунистический тур по МОМИ, это экскурсия, которую я вел, это 6 лет назад, первый раз это была неофициальная экскурсия, потом в 2012 году меня пригласили сделать как официальную экскурсию, эти фотографии из неофициальной экскурсии 2010 года, и проект в том, что я вел экскурсию по МОМИ, музей современного искусства в Нью-Йорке, и рассказывал о коммунистической истории модернизма. И история, в принципе, такая проблематичная, потому что, с одной стороны, довоенные художники, огромное количество художников до войны были связаны с коммунистическим движением, западные и американские, но эта история замалчивается, и всегда замалчивалась, и до сих пор замалчивается в рассказах о истории, вот в истории МОМИ, да, и она замалчивается, потому что это как некая травма холодной войны, потому что вот в 50-х годах, в начале 50-х годов, когда вот в самый расцвет холодной войны, была некая травля МОМИ со стороны, особенно такого конгрессмена, его звали Дон Деро, который в американском конгрессе выступал многократно и обличал современное искусство модернизма как коммунистическую интервенцию, как коммунистическую подрывную деятельность в американском искусстве, в американском обществе. И там он как бы называл предателями, там называл фамилии художников, значит, и, в общем, и МОМА вот после того, после 50-х годов, они очень аккуратно всегда говорят о политике, политике модернизма, например, куратор Альфред Барр, известный куратор МОМИ, написал статью в то время, в 50-х годах, называется «Является ли искусством модернизма коммунистическим?» где он пытался всячески дистанцироваться от политики и представлял искусство модернизма как искусство именно свободного общества и как доказательство, что это не может быть коммунистическим. Он указывал на Советский Союз, где искусство модернизма было, значит, подполье, и как же так, говорил он, вы же понимаете, что если бы это искусство было действительно коммунистическим, оно было бы поддержано в Советском Союзе, а не репрессировано. Но эта аргументация не очень была воспринята консервативными людьми в арт-мире и конгрессментом Дандера, который все равно считал, что модернизм – это коммунистическая диверсия. И моя экскурсия, которую я вел, была в том, чтобы я подходил к работе, например, художника, вот, например, здесь рядом с Магритом, работой Магрита, и рассказывал, значит, вот эта работа, она сделана в таком-то году, Магрит в таком-то году был в коммунистической партии. И вот на этом заканчивалось, то есть это был рассказ не о произведении, а просто рассказ о коммунистической истории определенного художника, личной или политической, как бы на фоне произведения. И уже зритель мог сам решить, является, видит ли зритель коммунизм в этой работе или нет, и является ли она вот подрывной или нет. Ну, вот, например, около Матисса, работы Матисса, я рассказывал, как в 1952 году Пикассо приходил к Матису и просил Матисса подписать одно из коммунистических воззваний, по-моему, это было не воззвание, это было, чтобы греческий коммунист должен был быть расстрелян, и была компания среди французских интеллектуалов, вот, собрать подписи, чтобы освободили греческого коммуниста. И Матисса подписал, ну, если Пикассо принёс, он подписал. Это работа американского художника Рейнхарда, который, на самом деле, многие годы, кроме того, что он делал беспредметные композиции, он ещё был карикатуристом, делал много иллюстраций в коммунистическую прессу. Под своим именем и под другим, и под вымышленным именем. Вот. Ну, вот такой проект. И следующий проект... Короткий вопрос. Да-да. За как Вы собирали эту историю? То есть она не только в Моми замалчивается, она вообще как бы малоизвестна. Да-да. Вы знаете, в каких-то... В каких-то... Ну, история... Ну, в каких-то книгах уже последних лет, например, ну, Пикассо, например, «Невозможность прятать», или «Эд Рейнхард», «Невозможность прятать». Но обычно, даже когда об этом говорится, это как бы говорится вскользь. Да, это вскользь. Окей, это Пикассо был в Компартии, но это было несерьёзно. Или там... Рейнхард был в партии, но это было там дань моды, или дань времени, или чего-то такого. То есть это упоминается, упоминается, но без какого-то достаточного веса. Вот. То есть эта информация существует. Она нельзя сказать, что она не существует. Но вот я вам могу сказать, что, например, один из художников... Вот Стюарт Дэвис был среди художников, которых я написал. И Стюарт Дэвис был очень активный член в коммунистических организациях. Может быть, он не был реальным членом Компартии. Но очень-очень-очень связанным с коммунистическим движением. И после лекции, после моей экскурсии, где-то на веб-сайте где-то сын Стюарта Дэвиса, которому уже сейчас, слава богу, за 80, наверное, написал, что ему очень не нравится эта экскурсия, и что его отец, может быть, и знал, и, может быть, много общался с коммунистами, но сам не был. Ну, в общем, это... То есть, всегда существует очень сильная... Ну, в общем, это довольно табуированная тема, потому что в американском контексте коммунизм — это что-то совершенно неприемлемое. То есть, это то, с чем договориться невозможно. То есть, скажем... И, в общем, на мой взгляд, существует, продолжает существовать очень глубокая травма вот в американском обществе начала Холодной войны. И она еще не изжита. И вот люди не хотят никак ассоциироваться с этим. А другой проект я быстренько покажу, перед тем, как пойти в более современные проекты. Это коммунистический гид по Нью-Йорку. И это проект фотографический. Здесь я собрал... То есть, я сфотографировал здания и места в Нью-Йорке, связанные с американской коммунистической историей. И это либо здания, где были офисы коммунистической партии, либо это были здания, где жили известные американские коммунисты, либо места, где политические какие-то акции происходили, а также места, где репрессировались американские коммунистические активисты, например, здания судов и так далее. То есть, это... Я нашел где-то 70 таких зданий, их сфотографировал, и они... И с небольшим параграфом, объясняющим историю каждого места, адресы, и чем оно знаменито. И этот проект я показывал как инсталляцию. Например, в этом здании в Гринвичвилле жили ранние американские коммунисты Анна Рочестер и Грейс Хатчингс. Это еще в начале 20 века. Вот офисное здание, где находился офис американского коммунистического журнала, массы, известное суд, здание суда, где проходили процессы против лидеров американской коммунистического партии. Значит, где-то 80 таких мест по Нью-Йорку, и они... я их фотографировал, это в 2007 году, по-моему, или 2008 году, и она вышла как книжка. Есть книжка «Коммунистический гид по Нью-Йорку». Она, правда, сейчас мы пытаемся переиздать. Сейчас закончились книжки, но, думаю, в следующем году мы переиздадим. Ну вот, вот такой проект. И, конечно, в принципе, довольно банальный, да, то есть фотографии города, поскольку это американский коммунизм, невозможно увидеть никакой имидж коммунизма, да, потому что все это растворено в городе, это как бы как бы спрятано, да, спрятано, то есть никакого гордого вывешивания флага, да, даже на офисе компартии вы это не увидите. Там просто внизу, там на втором этаже офис дантиста, на третьем этаже офис компартии, на четвертом этаже офис там еще какой-нибудь организации, да, то есть это растворено, и в то же время как бы спрятано, да, и это только Манхэттен, потому что есть еще много, много, конечно, разнообразных зданий в Бруклине, в Бронксе, но мой гид только по Манхэттену. Вот здесь жил известный Рутенберг, известный лидер американской компартии в 20-х годах, здание Купер Юнин, школы, арт-школы, инженерной школы, известно тем, что здесь происходил мемориал, когда умер Карл Маркс в 1883 году, значит, было такое торжественное собрание, где, значит, люди собрались помянуть Карл Маркса. Унинг, это такое место для американской компартии, например, когда были демонстрации в 30-х годах, многотысячные, то вот это здание использовалось как стенд, как трибуна, с которой люди могли говорить. В этом здании жил Дю Боис, W.E.B. Дю Боис, афроамериканский интеллектуал, писатель, который вступил в компартию в 59-м году, когда в основном все уже выходили. здесь жил Энгстон Хьюис в этом здании. Насколько я понимаю, история американской компартии, она проблематична именно неоднозначной связью со сталинизмом. Да. 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 такое, как бы, какое-то бедно на этой партии, которая в 30-е годы не отреклась от сталинизма. Ну, это так, да, действительно. Были многочисленные выходы, большие выходы из компартии США. Самый большой, наверное, был после заключения пакта Молотова-Риббентропа, там чуть ли не 40% вышло. Но, да, это была партия, которая в Газхолл была абсолютно кремень, и даже ненавидел Горбачева, когда пришел Горбачев, пытался удержать. кстати, был, вот, уже в 90-х годах два разделилась партия, то есть осталась американская коммунистическая партия, а другая секция называлась как-то общество корреспондентов, что-то такое, ну, в общем, это было такой вот после Горбачева разрыв двух партий, но, по-моему, в конце, уже в 2000-х годах они как-то слились немножко опять. Вот это здание, где арестовали Анжелу Дэвис в 70-м году. И сейчас более современным работам, а также конкретно связанных с ЛГБТ-тематикой, с Куэр-тематикой, ну, вот, первые три проекта, которые я показал, они такие универсальные советские проекты, да, с позиции постсоветского художника, живущего в Нью-Йорке, ну, как бы обобщенного художника, да, не маркированного ни национальности, ни сексуальной ориентации, там, ни классом, ну, ничем, да, ну, то есть, как бы, такой обобщенный, универсальный советский субъект. Вот, и потом, и вот это проекты где-то вот в 10-летней моей давности, и проекты последних, может быть, 7-7 лет, 5 лет, более, более связанные с, как бы, усложненным образом советского, да, усложненным, может быть, мультикультурным образом советского, да, ну, советское, которое уже не обобщенное, да, но какое-то очень специфическое, да, но специфическое, не обязательно противостоящее обобщенному, да, но находящееся в каких-то таких сложных отношениях с обобщенным, общим, универсальным. И первый проект, который я хочу сегодня показать, связанный с усложнением советского, это проект, называющийся «Москва», и это о советской гейской истории. И проект «Москва» — это фотографии гей-мест Москвы советского времени, мест, в основном, где геи встречались в Москве, знакомились и так далее. И именно здесь было очень важно, что с 20-х годов и до 90-х, вот так, чтобы охватить прямо 60 лет. И фотографии в каком-то смысле очень похожие на фотографии проекта «Коммунистический гид по Нью-Йорку», потому что опять пустые пространства, банальные пространства и скрытые пространства. То есть никаким образом эти фотографии не манифестируют квир-культуры или сексуальности. Просто, как бы, вроде бы банальные виды Москвы. Это трубная площадь. Это в этом проекте «Москва» наиболее раннее гей-место — это 20-е годы. Потом в 30-е годы уже «Бульварное кольцо» за памятником Тимирязеву. И, конечно, туалеты. И нарратив книги, он идет просто годами. То есть с 20-х по 80-е. И некоторые места более... Как бы временная рамка более широкая. Там, например, с 40-х по 80-е иногда. Вот. Ну, проект, значит, тоже вышел как книжка несколько лет назад. Тоже, вообще-то, нужно переиздать. Фотографии делались в 2008 году. Но книжка вышла в 12-м или 13-м году. Проект сделан был давно. То есть фотографии 2008 года. И в каком смысле я не особо хотел продолжать... То есть у меня не было никаких особых идей на тот период продолжать тему геи-истории, ЛГБТ-истории. Вот. Но потом как-то больше проектов возникло на эту тему. И следующий проект, который уже более современный, это проект 2013 года, где тоже я, с одной стороны, работаю с темой плешек, геи-мест, советских геи-мест, но уже с более... Это больше связано с современностью, а также больше связано, на самом деле, и с государством, или с официальной историей. То есть проект называется «Открытки с революционной плешки». Вот этот уже проект 2013 года. Потому что Москва, виды Москвы, это 2008 года. А вот этот проект 2013. Я собрал советские открытки, настоящие советские открытки, напечатанные в советских издательствах, пустые открытки, то есть еще не использованные, и собрал где-то, ну, может быть, 30 открыток, на которых изображены советские здания, важные места, вот с точки зрения общей советской истории, да, там, музей, центральный музей Ленина, или Большой театр. То есть, с одной стороны, это известные места, да, важные культурные памятники, исторические, государственные памятники. С другой стороны, эти же места функционировали в советское время как плешки, как места, где геи встречались. Например, музей, центральный музей Ленина, где был туалет здесь, в этой части, в полуподвальном помещении слева. Также был кинозал, который тоже был местом геи встреч в советское время. Вот, и я, значит, собрал эти открытки и раздал их современным ЛГБТ-активистам вот в 13-м году в Москве, Петербурге, и попросил их, значит, написать некое послание, да, то есть, вот, это пустые открытки, неиспользованные, послание в прошлое, послание к ЛГБТ-человеку в дальнем прошлом, да, и рассказать ЛГБТ-человеку из прошлого о настоящем, да, о настоящем, что произошло с тех пор, какова жизнь для ЛГБТ теперь. В общем, послание, да, вот в прошлое. И получил ответ, и это, значит, все открытки были заполнены, заполнены в апреле 13-го года, то есть, это было до принятия вот антигей-пропаганда, значит, закона в Российской Федерации. Ну, я просто, может быть, подержу некоторые слайды, чтобы вы могли прочитать. И получил разные ответы, да, то есть, например, какие-то ответы более депрессивные, какие-то более с большой надеждой, какие-то «жизнь гораздо лучше, чем была», или «жизнь сейчас была тоже плохая, и сейчас плохая», да, то есть, разно, то есть, видно, насколько люди, значит, по-разному рефлексируют. Мне казалось, важен этот проект, с одной стороны, потому что происходит апроприация открыток, да, которые, вроде бы, советская система произвела, да, конечно, не для геев, да, но эти места стали геи-местами, да. Вот, соответственно, вот интересно для меня было использовать сами предметы, вроде бы репрессивного общества, да, но использовать их, вот, апроприировать, апроприировать эти открытки советские, открытки, и для посланий, которые, как бы, неприемлемы были бы для самого репрессивного государства. И здесь еще важен момент, каким образом вообще говорить о советской геи-истории, да, или ЛГБТ-истории, поскольку, то есть, мне кажется, очень важно пытаться говорить об этом, ну, на языке, ну, аутентичном языке, да, потому что, ну, все-таки глобализация, это реальность, и вообще очень много каких-то формулировок и форм, там, гей-культуры или квир-культуры пришли уже в девяностые годы в постсоветское пространство, и в каком-то смысле, в принципе, можно говорить, конечно, о каком-то уровне такого колониального восприятия. Вот, и, мне кажется, вот именно советские материалы, советские открытки и, если ими можно рассказать советскую ЛГБТ-историю, мне кажется, это важно. И в этом смысле, как бы, еще важен, и в проекте «Москва» был важен вопрос, что если советская ЛГБТ-история невидимая, то ее вот и нужно невидимо показывать, да, ну, с полной откровенностью того, что показывается, да, но на уровне самого имиджа он может быть немой, да, он может быть ничего не показывать. Да, ну, это такие очень, с большей надеждой, это еще апрель 13-го года, это до того, как антигей-пропаганда закон был принят. Вы видите, что очень много музея Ленина повторяется, да, потому что я смог найти только где-то 10, может быть, 8 открыток, советских открыток, мест, да, которые были также геем-местами. Памятника Пушкина. Ну, и тут еще важен, конечно, связь между современным и прошлым для ЛГБТ в том, что, конечно, отсутствие истории, да, или отсутствие записанной истории является большой проблемой, да, потому что если нет ЛГБТ-истории, то, может быть, и нет ЛГБТ, да, то есть в этом смысле написание этой истории очень важно, да, как освободительная такая вещь, то есть если есть история, вот есть и комьюнити, есть народ, есть люди, а если нет истории, то можно поставить под вопрос вообще, а были ли когда-либо ЛГБТ, или все это пришло к нам только в 90-е годы, там, с запада и так далее. Ну, естественно, советская, там, ЛГБТ-история не прекращалась ни на один день, ЛГБТ-жизни происходили, несмотря ни на что. Но, опять же, как это показать, и как это, значит, артикулировать, это вопрос. Окей, и теперь более, ну, на самом деле, идеологии уже фигурируют, ну, они фигурируют почти во всех проектах, ну, может быть, наиболее открыто вот в этом проекте, проект 12-го года, гомосексуальность как сталинская атомная бомба для разрушения Америки, да, и это реальная цитата американского журналиста 1953-го года, и вот идея, очень интересная идея того, вообще, откуда гомосексуальность пришла на американскую землю, да. Это так, как была выставлена эта выставка, а потом я отдельно покажу конкретные работы. Вот часть этой большой выставки «Гомосексуальность как сталинская атомная бомба для разрушения Америки», это серия таких работ, постеров, и вот конкретно эти постеры «Гомосексуальность как сталинская атомная бомба». И здесь я привожу, во-первых, цитаты из американских политиков в 50-х, между где-то 49-м и 60-м годом, то есть вот в разгар холодной войны, и где в каждой цитате американский политик очень интересным образом увязывает гомосексуальность и советская, или коммунизм и гомосексуальная, показывая вот какую-то такую обобщенную, обобщенную, сложную систему подрывной деятельности, да. То есть не обязательно, что каждый гомосексуал – коммунист, и не обязательно, что каждый коммунист – гомосексуал, но существует какая-то такая очень интересная пересечение, которое вот зоркие американские политики увидели в 50-х годах, да, и вот в цитатах это отражается. То есть мне было очень важно, чтобы в одной цитате оба комьюнити были указаны и как-то связаны. Вот. Либо же какая-то такая связь, что, например, коммунисты еще страшнее геев, да, или геи еще страшнее, чем коммунисты, что какая-то вот такая связь тоже присутствовала. Ну, и это, конечно, когда вот этот проект делался в 2012 году, мне казалось, что, ну, это очень настолько вот цитаты какие-то сумасшедшие, да, просто как будто это соцарт какой-то, да, как будто они выдуманные, они реальные, да, а вот теперь, да, вроде бы некоторые из них могут появиться и жить опять. Что могут говорить? Вполне легитимные политики, не маргинальные политики, а вот в центральной части республиканской партии. Тут очень трудно понять, вот, по крайней мере, вот для 50-х годов, что было первично и что вторично. Ну, на самом деле, конечно, гомофобия была, видимо, первична, да, потому что, когда американский политик говорит, что коммунисты, они как геи, да, то тогда этот политик, как бы, использует, инструментализирует уже существующую гомофобию, да, и тогда очень легко ее к антикоммунизму привязать, да, то есть, дея того, что сексуальный извращенец, он обязательно и политический извращенец, да, то есть, вот, ну, первична, видимо, гомофобия вот на тот период, да, потому что гомофобию не нужно было объяснить американскому обществу. Все ненавидят геев на тот период, да, на 50-е годы. Как американскому обществу объяснить, что коммунизм плох, да? Но вот это вот идеальное, относительно вот этого отфутболивания, да, вот это идеальное цитата. Известно, что гомосексуальность уходит корнями на восток, еще задолго до конфуцианства, до конфуции, а то, что русские сильно верят в гомосексуальность, как факт, да, это факт, что русские верят в гомосексуальность. Да, ну вот эта цитата из 1953 года, идея того, что гомосексуальность – это инструмент разрушения, да, это оружие. Ну, это так же сейчас говорят. Ну, да, 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 да. Ну, вот в 2013 году казалось, что это какая-то просто шутка, да, то есть это казалось, что это какое-то, ну, что-то из прошлого абсолютно. Да, а относительно имиджей, значит, ядерные взрывы, вот, которые видны, значит, на заднем плане, это советские реальные документальные взрывы первой советской атомной бомбы РДС-1. Это август 49-го года. Это первый взрыв, который Советский Союз демонстрировал и не отрицал, что он произвел. Тестирование, тестовый взрыв. И, значит, в Америке этот взрыв дали ему прозвище Джо, как Сталин, да, Джо Сталин. Джо-1 был, как бы, кличка дана этому взрыву, и потом было еще, еще было три Джо, после этого был Джо-2, 3 и 4. После четвертого перестали давать клички каждому взрыву. И вот это первый взрыв, это документальный взрыв, и это взрыв, который, вот, как бы, вот реальный взрыв, и вот страх, и какая-то уже паранойя, да, которая возникла в американском обществе, страх перед тем, что, значит, страх перед полным уничтожением, да, перед реальной советской угрозой, как, наверное, реальный, да, какой-то страх, да, но вот здесь он состыкуется с идеей вот этого вымышленного взрыва, да, вот гомосексуального взрыва, да. Ну, здесь идея в том, что, по сути дела, поскольку гомосексуальность на тот период была нелегальна, в США вроде бы пытались объяснить, почему вообще геев нужно выгнать из стейд-департнеров, потому что их легко советским агентам заставить работать на Советский Союз, да, потому что они боятся раскрытия американские геи, да, вот, во власти, и их легко шантажировать, да, шантажировать, то есть вот это было вроде бы как такое объяснение, почему их нужно выгнать, да, то есть они работают на Советский, могут работать на Советский Союз, даже если они никому не есть. То есть вот как бы идея того, что могут шантажировать, да, что существует какой-то список гомосексуалов, да, в американском правительстве, и советские власти имеют этот список, да, и могут каким-то образом использовать его для подрыва, вот. Ну вот часть этой выставки, такой более, как бы, ироничный проект, вот «Джоу-1» — это первый советский взрыв, РДС-1, август 49-го года, который дали ему в американской прессе, значит, кличку «Джоу-1», он, значит, развлекается в Вашингтоне. И здесь, как бы, ну, такой проект, где я устанавливал в Вашингтоне, значит, вот, силуэт советского взрыва, РДС-1, в геи-местах Вашингтона, где вот во время Холодной войны, ну, вот в 50-х, 60-х годах, где собирались геи в Вашингтоне. То есть это реальный силуэт, это где-то метр восемьдесят силуэт, то есть это не цифровой проект, да, это не фотошоп, то есть это реальная фотография вот установки вот силуэта и фотографирования. Вот. Ну, относительно немножко о вот реальности вот пересечений геев и коммунистов в американском контексте. Один проект на той же выставке назывался «История коммунистической партии США» и в скобках «Хэри Хэй». Хэри Хэй был основателем американского гей-движения в 50-х годах, и он, значит, он 12-го года рождения, 912-го года рождения, он умер в 2002 году, и он, значит, в 30-х, в 40-х годах он был активистом американской компартии в Лос-Анджелесе. Во время холодной войны, во время маккартизма он вышел из американской компартии, основал первое американское гей-движение, называлось «Моточин Сосайти», общество «Моточин». И вот его история – это как бы история реальности гей- и коммунистического пересечения. Значит, он говорил много раз, и это вообще проблематичная, конечно, такая история, но он человек, который основал гей-движение в США в 52-м году, он сказал, что эта идея пришла к нему, что вот геев можно объединить и создать движение, пришла к нему в 30-х, 40-х годах, когда он был марксистским учителем и преподавал произведение Сталина, которое называется «Марксизм и национальный вопрос». И там, значит, это единственное произведение Сталина, которое было написано в Швейцарии до революции, где Сталин определяет, чем является народ, кто народ. Значит, нужно иметь общий язык, общую территорию, общие экономические связи, общую культуру и психологическую психологию. И на основании этого определения, которое Хэри Хэй преподавал в 30-х, 40-х годах в Лос-Анджелесе, его осенило в один день, что три из этих пункта подходят к американским геям. И что американские геи, кроме, за исключением территории, имеют все остальное. И вот эта идея, используя сталинское определение народа или национального меньшинства, историческая заслуга Хэри Хэй в том, что он эту формулировку использовал для ЛГБТ-освобождения в США. И это, конечно, очень провокативно, с одной стороны, но вот реальный факт. И не будь он, в американском коммунистическом движении в 30-х, 40-х годах, мы не знаем вообще, что бы было после войны с ЛГБТ-движением. И когда основалось общество Моточин, вот Хэри Хэй в 1952 году, среди пяти людей, которые основали вот это общество в Лос-Анджелесе, три было из коммунистической среды. И он пытается объяснить, ну почему трое из нас, из пяти, были из коммунистов. Ну потому что мы знали, как вообще существовать в репрессивном обществе, как организовать собрание, как делегировать какие-то функции, чтобы тебя не арестовали на следующей неделе. И вот как-то ирония в том, что бывшие американские коммунистические активисты, они были готовы, они знали, как существовать, как организовывать. Но вот этот проект «История коммунистической коммунистической партии США Хэри Хэй» это инсталляция здесь на столе истории, вот том истории коммунистической партии, написанной в 1952 году, таким, кстати, очень жестким сталинистом, лидером Компартии США на тот момент, Фостер, Вильям Фостер. И здесь, значит, эта книжка 1952 года, между страницами я вкладываю историю Хэри Хэй, просто как бы историю его активизма, как коммуниста, потом как гей-активиста, личную историю его, то есть, как бы, вот, дополнею историю коммунистической партии, да, вот, истории Хэри Хэй, и интересно, то есть, как вам сказать, вот он, в принципе, противоречивая фигура, потому что он, из-за его коммунистического прошлого, он, в принципе, не очень желательная фигура, не особо любимая фигура в ЛГБТ-движении, потому что он, там, скажем, если Харви Милка любит все, да, то Хэри Хэя не любит все, потому что он, с одной стороны, ну, бывший сталинист, который вдруг оказался гей-активистом, а в то же время вот он и оказался гей-активистом, да, и, ну, тем не менее, вот, он не является фигурой такого признанной национального масштаба, вот такой лидер ЛГБТ-прародитель, да, такого нет. Харви Милка гораздо более приемлемая фигура, человек из миддл-класса и так далее. Вот, и, кстати, вот я закончу, наверное, показом вот этой карте о паранойи, да, вот идея того, насколько почвенно и беспочвенно вот это соединение, как бы в одну и ту же тарелку, да, вот, гей-активизма, коммунистического активизма. Это карта Манхэттена, это карта, значит, 40-х годов, а в 40-х годах Херри Хей, который, в принципе, из Лос-Анджелеса, во время войны он жил в Манхэттене и вот работал для офиса компартии в Манхэттене. И у них было, кстати, очень много работы во время войны, естественно, поскольку даже с правительством американским Советский Союз дружил, да, поэтому там было очень много сбора средств, которые помогала компартия на военные нужды Советского Союза и так далее. Вот, и на эту карту я нанес гей-места и гей-места Манхэттена 30-х-40-х годов. Вот идея того, вот как бы если существовала какая-то параноидальная идея карты, да, где геи, коммунисты общими силами разрушают Америку, да, вот в голове, в голове там сенатора Маккарти во времена вот высокой холодной войны, да, конца 40-х, начала 50-х годов, то вот это как бы вроде бы реальная карта, да, что действительно вот ты можешь выйти из коммунистического офиса там на ТЭТ-й стрит, и за углом там есть гей-место, да, или там, или так далее, да. И это, с одной стороны, да, вот эта реальная карта, да, с другой стороны, вот в каких конкретно взаимоотношениях коммунистический активизм, ЛГБТ-активизм находится, то есть по-прежнему открытый вопрос, да. И, ну, вот исторически вот на основе вот фигуры Хэри Хэй, бывшего коммуниста, потом главного американского ЛГБТ-активиста, вот этот вопрос как бы открыт.